Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Открытый диалог. В Захаровском районе в Рио губернатора Павел Малков приоритеты развития отдал на откуп местным жителям. С хирургической точностью и по законам робототехники у врачей ОКБ появился необычный помощник. Шокирующие цифры на правительстве констатировали резкий рост младенческой смертности. Приоритеты развития муниципалитетов определяет общественность, а наше дело помочь в создании объектов. Об этом в Рио губернатора Павел Малков заявил в селе Захарова на встрече с местными активистами. Район фактически аграрный. И вовсе не удивительно, что знакомство с ним руководитель региона начал с профильной стройплощадки. Максим Васильев подробнее. Захаровский район – настоящая обитель агропрома. Под нужды сельского хозяйства здесь отданы практически все земли. Понятно, что дополнительные склады и элеваторы необходимы жизненно. Вот это место под компактное зернохранилище местные аграрии получили только в мае, и сегодня здесь вовсю кипит работа. Деньги вложены немалые, полмиллиарда, зато от иностранных производителей здесь фактически ничего не зависит. А значит, стоит ожидать скорейшего возведения. 90% оборудования на данном комплексе – это отечественного производства. Данный комплекс будет полностью автоматизирован. Будет все работать, как положено, с компьютерного управления. Управление будет производить оператор данного комплекса. Комплекс может работать в две смены, то есть практически без выключений. Заявленный объем комплекса – 30 тонн. Это дополнительно 15 рабочих мест. Об этом воодушевленно говорят подрядчики Павла Малкову. Вот так элеватор будет выглядеть в идеале. Шесть больших ангаров или, как их еще здесь называют, стаканов. Впрочем, как заверили Павла Малкова строители, территорию комплекса с запасом, место для расширения, если что, всегда найдут. Это нам позволит, ну, грубо говоря, все то зерно, которое мы в сутки намолачиваем, комбайн, мы намолачиваем где-то в пределах двух тысяч, двух с половиной тысяч тонн в сутки, значит, перерабатывать и закладывать на хранение. Есть возможность расширения, то есть еще три банки поставить здесь и еще три банки поставить здесь. А сколько будет? Довести до 60 тысяч тонн хранения. Приоритеты развития своего района определяете только вы, а власть старается вам помочь. Об этом говорил Павел Малков на встрече с захаровскими активистами. Построить сразу все, как бы ни хотелось, не получится, но для основных объектов региональный бюджет вполне доступен. Как, например, для строительства ФОКа – физкультурно-оздоровительного комплекса. Я уже разговаривал с Министерством финансов Российской Федерации, как раз к нам приезжала большая делегация две недели назад. Мы этот вопрос обозначили, потому что действительно такие обязательства были, обещания были, их надо исполнить. Я сделаю все для того, чтобы этот проект реализовать, он в приоритете. А еще же есть детский сад номер один с уже фактически полувековой историей. Сегодня он подошел к рубежу, когда ремонтировать выйдет дороже, чем строить новый. Закрыть мы его, конечно же, не можем, потому что где-то надо сейчас детей принимать. Там уже проведен же определенный ремонт кровли, полов, да, но это так, чтобы просто вот какое-то время он еще просуществовал. Проблемы это, конечно, не решает. Радует, что есть проектно-сметная документация, но тоже надо честно сразу сказать, пока он ни в какую программу финансирования не попал. В свои мысли о строительстве нового здания Павел Молков убедился после посещения детского сада ветерана. Помимо проектно-сметной документации, местные власти даже определили земельный участок под строительство почти в 9 квадратных километров. Вопрос пока не решен. В бюджете этого объекта нет. Но если люди говорят, что это приоритет, если администрация это подтверждает, значит вопрос должен быть решен. Будем решать. Социальная инфраструктура, водоснабжение и дороги – универсальная тройка тем для жителей всех районов без исключения. Причем ремонт дорог ее возглавляет. В Захаровском районе есть позитивный пример. Возведен подъездной участок от автотрассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань к складам и круглосуточной сушилке. Рязанская область – лидер по младенческой смертности в России. Результаты такого антирейтинга прозвучали на правительстве. Но вначале говорили о наболевшем – оздоровлении ОРТ и реконструкции Северной окружной. Никакого закрытия депо номер два в управлении Рязанского троллейбуса нет и не будет. Этим заявлением на правительстве Павел Малков окончательно развеял, как он сказал, непонятные слухи. Компания действительно нуждается в оздоровлении, но точно не за счет сокращения рабочих площадей. Это подтвердил и новый зампред регионального правительства Артем Бранов. От коллег пытаюсь добиться уже третью неделю нормального плана по финансовому оздоровлению предприятия, но, к сожалению, до конца этот план не готов. Ну, плюс ко всему, тоже коллеги Елены Борисовны, которые отвечают за транспорт, также вообще предоставляют недостоверную информацию, кстати, в части закрытия того же депо. Никакое депо никто закрывать не собирается, и депо будет работать, будет функционировать обязательно, потому что оно встроено в систему общественного транспорта, и без него троллейбусы нормально функционировать не смогут в прибыль, а это принесет только дополнительные убытки. На том, что ему в последнее время предоставляют недостоверную информацию, Павел Малков сделал особый акцент, как, например, в истории с ремонтом Северной окружной. О каком, дескать, опережении графика реконструкции может идти речь, если о рабочих на объекте днем с огнем не сыскать, а уж тем более вечером. Съезды на ремонтируемые участки обозначены плохо, особенно по ночам их плохо видно. Реальность с докладами не совпадает. У меня, например, есть видео, как в субботу полностью работа закончилась в 17.00. Все встали и ушли в 17.00. Рабочий день завершен. Мы договаривались, мне кажется, о другом. Впрочем, велотекущий ремонт Северной окружной в информационном поле региона, это оказалось еще полбеды. В Рязанской области резко вырос показатель младенческой смертности. И тут уже в пору бить в набат. Показатели за первые полгодия просто запредельные. 9,6 промилля. В два с лишним раза больше, чем в России. Я не знаю, как это назвать. Работа Минздрава здесь неудовлетворительная. И работа эта измеряется в человеческих жизнях. В связи с этим много вопросов вызывает и в целом организация всех процессов в этой части. И работа перинатального центра, и работа областной детской больницы. Прямо на правительстве в Рио губернатора поручил провести комплексные проверки в родильных учреждениях. Итоги совещаний и отписки большего внимания не принимаются. После слов в Рио губернатора Павла Малкова о ремонте Северной окружной наша съемочная группа снова выехала на место. Напомним, работы там начались 4 июля. Одну полосу в сторону микрорайона Конищева перекрыли. Северная окружная. Полдень. Машины занимают только две полосы. На остальных вполне себе спокойно разгуливают дорожники и работает техника. Там идет работа по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия и уширению проезжей части. Это согласно тексту релиза. За последнее время Северная окружная дорога поднялась в рейтинге самых высоко обсуждаемых тем. По словам заместителя председателя правительства региона Евгения Белинецкого, ежедневно на объекте работают больше 40 человек и от 15 до 18 единиц техники. Чиновник добавил, что неудобства водители готовы потерпеть. Правда, сами водители немного другого мнения. В первые же недели ремонта автолюбители стали делиться наблюдениями в соцсетях. Вот, например, пост от 17 июля. Автор вопрошает, где все. На фотографии светло, однако, работа не идет. В комментариях все стали автора поста поддерживать. Чиновники же утверждают обратное, что работы, наоборот, идут с опережением графика. И этот информационный диссонанс, по словам в реагубернатора, уже начинает вызывать раздражение. Ровно про это я говорю, что у нас коммуникации нет с людьми, мы не показываем. Когда закончится вынос, когда следующий этап начнется, кто работает, в каком объеме, что работа идет круглосуточно. Вы все равно говорите, что не круглые сутки, это надо исправлять. Поэтому я попрошу там регулярные рейды, чтобы у нас проходили. Я попрошу каждый день оттуда давать какую-то информацию четко, что сделано, какие дальнейшие шаги, какие этапы, когда мы ведем эту дорогу эксплуатацию каждый день в Министерство транспорта. И работу еще раз подрядчикам прошу усилить. Жалоб на Северку в Рио-губернатору поступило прилично. Да и сам министр транспорта Вадим Решетник уже выявил недочеты при организации движения. Замечание поручено устранить. Но, видимо, жалуются не в последний раз. В 2024 году будет реконструирован еще один участок северной окружной дороги Рязани. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, опубликованном в четверг, 21 июля. На реконструкцию небольшого участка планируют потратить больше 83 миллионов рублей. Павел Малков уже обязал ответственных провести публичную пресс-конференцию с полными ответами на все интересующие жителей вопросы. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Областная клиническая больница вышла на современный уровень применения новейших технологий. При проведении сложных операций хирургам теперь помогает робот. Мака, так его зовут негласно, в операциях участвует пока только в качестве полноценного ассистента. Врача он не заменяет, однако незаменим в своем мастерстве и компьютерной точности. Маленького робота своего имени пока нет, как нет и должности. Неофициально помощник хирурга. Также неофициально называют его по марке – Мака Страйкер. Этот, с позволения сказать малыш, появился в ОКБ совсем недавно. Стоит десятки миллионов рублей. Он только помогает хирургам-ортопедам. Операцию уже по замене коленного и тазобедренного суставов делает человек. Предварительно пациенты проходят исследование рентгологическое, потом исследование на КТ. Данные эти загружаются в суперкомпьютер. Происходит предварительная обработка всех полученных параметров с учетом особенности пациента, его возрастных данных, состояния и структуру кости. Предварительно рассчитывается операционный план, потом происходит его обсуждение с коллегами. И уже с учетом этого робота происходит имплантация эндопротеза. На счету у Мака Страйкера четыре успешных операции. Это пятая. Еще три на днях. Помощь Мака неоценима, говорят хирурги. Робот делает надрезы с максимальной точностью. Это позволяет хирургам удалять только поврежденную часть костной ткани. Плюс пораженный участок тщательно обследуют в цветном изображении в формате 3D. Да и рассчитывает машина такую траекторию установки протеза, что погрешность, если она будет, не превысит одного градуса. Риск послеоперационных осложнений фактически сведен к нулю. Для того, чтобы свести вот эти нюансы все к минимуму, для того, чтобы рассчитать идеальную позицию сустава, как он должен стоять, для этого, поэтому и применяется эта технология, было изобретено, был изобретен этот робот. И мне очень приятно, что мы первые, кто, одни из первых, кто в России, начали работать на этом роботе, начали его тестировать. Не сказать, что робот полностью заменяет мышление хирурга. У операционного стола все-таки врачи с многолетним стажем работы. Так что это скорее партнерство. Пока МАКа в стадии апробации. И, говорят врачи, это явно не последний сюрприз от новейших технологий. Это сотрудничество, во-первых, не первый год продолжается. И, конечно, будем продолжать эту работу. И надеемся, что потом каким-то проектом, может быть, федеральным, может быть, областным, это оборудование появится уже в нашем регионе на постоянной основе. Важная деталь для пациентов – операции с участием робота бесплатные, говорят сотрудники больницы. Ведь цель у врачей одна – поставить человека на ноги и снова вдохнуть радость жизни. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Поселок Кисьва Пронского района – удивительный уголок земли Рязанской. Примечательен он тем, что большую часть населения составляют турки-месхитинцы, которые живут здесь с 89-го года, но так ассимилировались в культуру и жизнь села, что будто бы всегда здесь были. В село Кисьва расположилось в 10 минутах от ГРЭС и Новомичуринска. Население – менее тысячи жителей. Начальная школа, разрушенный Ильинский храм 17-го века, за возможность восстановления которого, кстати, активно борется местная администрация. Вот, казалось бы, и все местные достопримечательности. Но примечательен этот населенный пункт все же людьми. Осенью 1989 года здесь поселились турки-месхитинцы, бежавшие от войны. Самый первый приехавший помнит события тех лет. Ну как, здесь было, рабочие руки нужны были, и квартиры были здесь новые. Мы приехали в 1989 году, где-то 37 лет. Сегодня маленькая начальная школа в Кисьве не закрывается, пожалуй, именно потому, что турецкие молодые семьи не бегут из села, а остаются. Их дети и ходят в школу. 32 года назад они приехали в наше село 10 семей, как переселенцы с Узбекистана, с Узбекистанской долины. И тогда у нас было, как бы, русские дети, и они учились совместно. Но на сегодняшний момент у нас в школе почти, в основном, остались только турки. Из русских один только мальчик. Русские дети, которые получили образование, они все уехали, никто из них не вернулся. Они же живут здесь, и молодые, и более такого. Поэтому я хочу сказать, что за столько лет они, конечно, сдружились с нашим русским населением. Свои обычаи чтут свято. Между собой говорят исключительно по-турецки. По пятницам молятся и празднуют. Трудолюбивый работник, месхетинцы и отдыхают с размахом. Обычные дни манты готовим, как всегда. Это тоже манты. Обычные дни также и супы готовим, хлеб свой. А на праздники какие обязательно? На праздники тоже самое. При этом всем они стали добрыми соседями для коренных жителей. Разные культуры уживаются рядом и взаимодействуют. Нет противоречий и вражды, только добро и дружба вот уже несколько десятилетий подряд. Очень дружно происходят все наши праздники. То есть у нас маленький клуб, небольшой, но очень активный. И практически здесь у нас всегда детки только в месхетинцев и русские. У нас нет разделения, кто какой. Если мы проводим Масленицу, у нас такая традиция есть, что мы каждый год в клубе проводим или Масленицу, или их праздник национальный Навруз. И если на нашей девочке-турчанке, ребята могут одеться в русские костюмы на Масленицу, а значит на Навруз приезжаем и одеваемся все в национальные костюмы. Вот так и живут, сохраняя традиции внутри русского села. Трудятся, празднуют, выглядят счастливыми и с радостью смотрят в будущее. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова